Общественники и представители законодательной власти собрались, чтобы обсудить так называемую общественную программу для будущего мэра, касающуюся градостроительной политики. По мнению собравшихся, у Новосибирска в этой сфере сегодня три проблемы. Непрозрачность решений по застройке, отсутствие обратной связи с городским сообществом и, можно даже сказать, симуляция градостроительной деятельности, что и приводит к нарушениям. Плотность застройки, наличие парковочных мест, плотность населения на гектару расчёте, они нарушаются у нас при точной застройке, в разы нарушаются. Авторы общественной программы разработали предложение будущему мэру, опираясь на экспертное заключение 42 инициативных групп. Они составлены на основе отзывов, предложений, которые мы собирали в рамках проекта «Скалечный Новосибирск» в течение восьми месяцев. Далее мы написали предварительные предложения, они получили семь рецензий экспертного сообщества города. И сегодня у нас уже более обработанная версия, и она ещё может изменяться, если после презентации у вас возникают вопросы, то мы с удовольствием на них ответим и, возможно, внесём предложение. Общественники предлагают реформировать общественный градостроительный совет, изменить процедуру публичных слушаний по застройке, провести кампанию по межеванию спорных территорий. В самом деле, градостроительная деятельность сегодня часто превращается в бизнес, заметили некоторые участники форума. С принятием градостроительного кодекса архитектура, понятие исчезло из него на федеральном уровне. Всё свелось к распределению земли. И у вас тоже звучит это здесь. Как лучше проконтролировать распределение земли. В итоге участники общественной программы предлагают, в числе прочего, наложить мораторий на точечную застройку в центре Новосибирска и провести ревизию нормативных документов и правил, регламентирующих градостроительную деятельность. Напомним, все свои предложения активисты намерены передать будущему мэру. Редактор субтитров А.Семкин